Как называется у вас город Терновцы, Терновцы есть, Терница, Терновоград есть, Теркалаеве, Тердеса. Не, самое простое. Здравствуйте, я из города Хмельницкий, вы откуда? Крым, Керчь. А чей Крым? Ну я не знаю, как вот, если подумать, выхожу на улицу, в Баткоман захожу, наверное, российский. Мне просто, вот видите, у россиян другое мнение. Все россияне мне сегодня отвечают, что Крым крымчан, никто не говорит, что Крым российский. А, да? Да, какие говорят? Уже начали говорить, что Крым крымчан, что-то случилось, у них теперь Крым крымчан, представляете? А когда это случилось? Не знаю, сегодня непонятно. Сегодня вот только вот это вот. Сегодня, да, сегодня никто из россиян не скажет, что Крым русский. Все говорят Крым крымчан. А, понятно. Сегодня массовое такое, да? Да, да, что-то случилось. Ясно, да. А что, как вы думаете? А откуда именно вы из Крыма? Керчь. А Керчь чей? Керччан? Крым крымчан, Керчь крымчан. Ну, прикольно, да? Да, 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 да. Давайте будем. Каламбур сейчас, да. Да, Джанкой, Джанкой-чан. Смотрите. А вы сейчас пишите на стриме? Сейчас стрим, да, сейчас стримим. Отжигаем на стриме. Это же вас в Керчи там взорвали этот корабль, да? Я не знаю. Не знаете? Нет, вам такого нет. У нас это, как бы, с вами понимаете. Но вы не видели, что там взрыв был у вас? Не слышали. Нет, не слушали. Мы видели, но не слушали. А читали, что по Севастополю прилеты? Ну, прилеты они много где-то. И по Белгороду прилеты. Ну, да. Вам интереснее, что по Белгороду были согласен. И много, и много где-то. И по Ростову 44, по-моему. Вот. Да, смотрите. Вам как... А вот смотрите, смотрите. По Ростову 44 было, по-моему. Да, было, да. Куча. Вопрос. Вот смотрите. Вы, как житель Крыма, Керчи. Да. Как вы сейчас смотрите, например, что Украина может атаковать и Белгород, и Ростов, и так дальше. И самое основное, что Россия ушла из Херсона, хотя объявила ее своим, провела там референдум. Вы допускаете возможность того, что Россия может уйти из Крыма? Ну, сто ручей где-то с Крыма не допускаю, но... Так, наверное, да, так это... По Херсону... Да, ну, бывает такое, да. Да, ну вот в Херсоне тоже там висели билборды России, здесь навсегда администрация... Провели референдум. Но навсегда Россия там и билборды. Ну, так смотри, да. Вписали в Конституцию Херсон, так же, как и Крым. То есть Херсон ничем не отличается от Крыма, как субъект Российской Федерации, по-вашему, да, но ушли. То есть ты все-таки, вот я посмотрю по твоему глазу, ты допускаешь такую ситуацию, что при каких-то определенных ситуациях, там НАТО вмешается или еще, и Россия уйдет из Крыма. Может же быть такое? Нет. А почему? В смысле почему? Ну, в Конституции прописано, да. Так, и Херсон в Конституции, Херсон тоже в Конституции. Блин, Андрей, ты такой заботливый вообще быть. Да, ну, я просто могу понять, Херсон в Конституции и ушли, так значит, получается, из Крыма могут уйти, из Крым что же в Конституции? Нет, там просто другие, 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 эти, там другая разница. Да, разница другая, но Конституция одна и та же. В Конституции не сказано, что если при какой-то разнице можно уйти, а при какой-то нельзя. Ну, в Конституции за мной так написано, но все, да. Да. Просто у нас тоже в Конституции Крым прописан, и я так понимаю, что, ну, наши государства... Ну, но он у вас и понимает, что он все равно у вас не был. Ну, не знаем, тут такое сейчас, знаете, французы вам тоже что-то готовят, Макрон... А, ну, в Одессе, да, там какой-то. Не знаю, ну, вы же видели Севастополь, как бомбят ракетами. Андрей, Андрей, а как вы думаете, что вот сейчас такие вот заявления, что Иран будет отвечать на... Ну, вопрос. Иран что? Иран будет отвечать на израильскую атаку? Ну, это все, уже прошло сколько дней, и все, я так и не ответил, все, там, митинг сделают. Нет, нет, вы прокомментируйте, пожалуйста. Я думаю, что Иран, короче, просто будет... А, просто поговорят, поговорят. Ну, так уже поговорили, и все. А, уже... Ну, вроде бы, вот смотрите, вроде бы говорят, что... Смотри, у них рамадан вот заканчивается... Так, рамадан уже закончился? Нет. Нет? Или когда он заканчивается? Вот видите, вы не знаете. Или завтра заканчивается. Короче, ну... Давайте будем поглядеть, будем, да? Давай будем поглядеть. А пока идет рамадан, да, пообщаемся, типа, все-таки с Крымом. Смотрите, британские и французские ракеты просто лупят по Севастополю, как орешки. Вы же видели это, правда? Штабчину можно... Было такое, было такое. Да, российские корабли натовскими беспилотниками топят просто тоже, как уточки какие-то. Да, было же такое? Ну, смотрите, это было до этого, да? Британ, но это не украинский ведь будет? Не важно, ну... Не, важно, это как раз и важно. Да, это не украинский, это британский, британские ракеты, да. Это британские, да. Мы же не производим ракеты, а все британские ракеты, да. Да. Ну какая разница, мне, смотрите, я когда смотрю видос, как складывается штаб Черноморского флота, без разницы, британская или украинская ракета. И вот вы видели, то же самое, как эскалация, как она складывается, вот так и будем посмотреть. Какая эскалация? Конфликта этого. Какая эскалация? По-моему, наоборот, в первые дни вот это была эскалация, когда Россия напала на нас. А сейчас там с Кулацкой конфликта нет. Конечно, нет, ну смотри, там была эскалация, там столицу окружали, типа бомбили Киев, со всех сторон были войска, Харьковская область, Томск. Перестаньте, Киев бомбили там со всех сторон, да. Серьезно, перестаньте. Да перестаньте, да Стабульск. Просто там заехали покататься ребятки, заблудились, да. Да, с этим 14 тысяч там, по-моему, да. А теперь, смотри, а теперь Украина тупо выносит беспилотниками нефтеперерабатывающие заводы на территории России. А, да, выносит. Понятно. Украинские беспилотники выносят? Я не знаю чем, но главное выносит. Вот зачем-то говорить это? Вы ведь все передергиваете. Смотри, так какая разница, чьими беспилотниками, если выносит? Разница, большая разница. Вот смотри, Андрей, если вам все это скажут, все, 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 все. Если скажут все, все, но пока не говорят, и мы бомбим беспилотниками. Ну, да, 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 да. То есть, смотри, для меня, вот честно, для меня, как зрителя этого контента, я думаю, блин, когда прилетает беспилотник и вырубает ваш нефтеперерабатывающий завод, да, на кучу месяцев, мне, честно говоря, все равно, чьи это беспилотники, хоть северокорейские. Не, хорошо, а в этом, а в Холл-Сити, вот об этом что скажешь? Я думаю, что это очень постарался враг Талибана ИГИЛ, потому что Россия с Талибаном, с террористическим организацией Талибан ведет отношения. ИГИЛ, Харасан, да, Вилаяд Харасан, таджики решили начать освободительное движение, да? Я понял, лично твое мнение, я спрашиваю, лично твое мнение. Ну, хорошо, нам на руку, нам на руку, чтобы куролесили таджики. А то, что там, это там, твои кураторы сказали, это я давно-давно услышал, мне это интересно. Могик у нас, что тебе сказали, мои кураторы? Ну, то, что ты до этого сказал, это мне интересно, мне лисит твое мнение интересное. Мое мнение, работайте, братья. А, ну вот, вот, да. Да. То есть, ты тоже такой же... Вообще, я очень большой... Да, я вот у меня, ну, с 14-го года немножко развилась, а с 22-го просто какой-то всплеск. И я больше скажу, у нас люди как-то одичали. Я пробовал перестать быть... Да, говорю, да, вот, говорю, что, смотрите, мы должны жалеть, да, они не виноваты. Они же вот просто, люди меня чуть не побили, говорят, смотри, как они нас бомбят и так дальше. Да, дикие-дикие стали. Я не знаю, почему, блин, прилетает ракета в ихний двор, да, и я говорю, что давайте злиться на россиян. Они такие, нет, они же не виноваты. Ну, типа, это же просто ракета. А вот так вот, да? Да. И вот... Меня Андрей зовут, тебя как? А, меня Серега зовут. Серега, ты из Кирова? Да, я из Кирова. А чего ты говоришь, ты из Керчи? Ну, посмотрю, посмотрю, ладно. Ну, вот видишь, да, смотри, Сергей Шибанов, ты не из Керчи. Да-да-да. Да-да-да. Вот такая вот я. Да, вот такой вот ты. Так что вот, Андрюха, я не знаю, а как ты думаешь, вот у меня вот вопрос, как это все закончится? Вот у меня самый главный вопрос. Уже смотри, уже все понятно, да, будет поражение Российской Федерации, вопрос в размере репараций только. А, а как это все, ну, будет выглядеть, ну, это тоже. Я думаю, да, я думаю, смотрите, я думаю, что Путина свои же, либо как-то по-другому его, да, либо его даже в гагу выдадут, и на него все спихнуть, что вот это он был, да, вот мы готовы. Андрей, смотри, смотри, я, наверное, неправильный вопрос. Вот это у тебя, это методичка. Да, методичка. Работала, да. Ну, да, не, методичка или твою мне. Методичка, методичка, да, у нас. Если вот так вот, что вот будем делать в ближайшие, там, 20 лет. 20 лет, да, будут ограждены от вас забором, типа, ну, то есть въезд для граждан Российской Федерации только по визам, и то в определенных, типа, ситуациях будут разрешены определенным лицам. Россия будет разделена на секторы влияния контроля Британии, Франции, Германии, США и Южной Кореи с Японией. Вот, будет жесткий контроль территорий, контролированный распад, как и развал Советского Союза, будет вот в Союзе подписали Беловежские соглашения, так, а это будут подписаны вот эти Екатеринбургские соглашения, да, в Свердловской области, как раз так приблизительно в центре России, соберутся, подпишут о прекращении Российской Федерации как единого геополитического субъекта, так же, как Ельцин, Сушкевич и Кравчук когда-то подписали. Вот. Будут созданы Дальневосточная Республика, Сибирская Республика, Кавказская Конфедерация, Республика Идель-Урал, Башкортостан независимый, Мариэл, и там очень много богат, много на побольше республик. Санкт-Петербург отделится в отдельный регион Ингерманландию, отдельно от Москвы. Вдоль Украины и Белоруссии будет санитарная зона в виде разных квазиреспублик, типа Белгородская Народная Республика, Куртская Народная Республика и так дальше. Москва останется в границах 1217 года. Ни фига ты учил. Долго учил? Да. Всё, давай. Приветствую, русская чатурлет. Нравится здесь, нет? Нравится, но это не русская. А скайп? Автор кто? Тоже? Скайп? Не русский. Скайп. Скайп эстонский. Понятно. Вот точно так же чатрулетка называется по-русски рулетка, потому что русская игра была, в ногам выкладываешь одну пулю, барабан крутишь и потом приставляешь и наживаешь куром. Если попала пуля, значит тебя нет. Вот эта рулетка, потому и русская, что школьник Андрюша, как его фамилия, Терно, Андрюша, похож на этот город. Тернодеменциевский. Как называется у вас город Терно... Терновцы? Нет, нет. Терновцы. Нет, Тер... но... а дальше как? Терновцы есть. Терница. Нет, я говорю Т, буква Т. Терновоград есть. Нет, нет, Тер... Тер... Западный вот это... Теркалаевье, Тердеса. Нет, самое простое, это какие-то редкие названия, а этот город называется... Терножгород. Терножгород. Опять очень редкая. Терново-Франковск, Терново-Франковск есть, да. Терново-Франковск есть, так. Нет, а Тер... Подожди, Тер... 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 Терновцы, так. Терницкий есть. Терновцы это Ч, а я говорю буква Т, Т. Терно... Т. Терновоград. Да нет, ну... Терно-Рижа. Ну, я тебе перечитаю наши на Терны все слова. Подожди, Терно-Рижа. Обожди. Терно-Рижа. Душераздирающая история была прям. Через Терник звездам. Параспарад, Астров, все дед, короче. Скавин разгуглывается. Тернополь. 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 Вау! Вы выиграли автомобиль! Правильный ответ. Тернополь! Та-да-дам! Та-дам! А Андрюша... А Андрюша фамилия... Тер... Терно... 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 Тернопольский... Терновицкий... Как его зовут? Андрюша какой? Нет, я говорю, напиши. Автор... Нет, ты скажи, ты скажи. Какой Андрюша на Тернополь... Терновский, вот его фамилия. Терновский, и Андрей Терновский, так. Потому что я по аналогии с города тогда вспоминаю. Тернополь. И что это... И что Андрей Терновский? Что он? Ну, в девятом году школьникам много звонил через скайп. И потом своим друзьям по разным странам. И потом ему пришло в голову, и он за два дня сделал программку. И... А где сейчас живет этот Андрей Терновский? Где он сейчас живет? Миллионер. Ну, он учил два языка. Китайский и английский. Хотел махнуть в Китай, но тут как раз-то упало и хорошее предложение. По этому самому, по чатру лет, и он сначала поехал в Америку. Ну, а все время его отец, он преподаватель, и он все время спрашивал, тебе звонили, Соколская, как-то называется, ну, очень такое место в Москве. Откуда, откуда? Соколова. Соколова. Москвы. Осколково. Оскольцев. Да, Осколково, по-моему. Осколково, Осколково, да. Да. И что? Ему оттуда еще никто не звонил. То, может, его и телефона не нашли просто. А? Может, это, может... Просто то, что он стал миллионером, это ничего не говорит, очевидно, для... А почему он уехал из России? Почему он уехал в Америку? Ну, многие сейчас ездят. Он с этого самого, с Польши столько уехал. Не, а почему из России, из Великой России, почему он уехал, не остался в России? Что, так плохо жить? Нет, почему? Ездят люди, приезжают назад, снова ездят. Сейчас все ездят куда-то. Так он не приехал назад. Это вообще... А? Так он назад так и не приехал в Россию. Нет, я думаю, что он поедет в Китай, потому что ему надо еще китайский язык лучше... Понял. Хорошо, а теперь самый главный, смотри, самый главный вопрос 21 века. А зачем ему вообще эту тему рассказать? Вот вы довольно немолодой человек, так, одной ногой уже, короче, да. И вы что-то рассказываете про кого-то Андрея Терновского. Зачем это вообще? Ты знаешь, никогда не говори такие слова, потому что я могу... Почему? ...почти на твоем... На кладбище, когда тебе будут... Может и такое быть, никто не знает, да, типа, ну вот вы уже как бы в состоянии, да. Такие слова. Ну, смотри, хорошо, давай так, давай так, сколько вам лет? А, вот я вспомнил, обожди, обожди. Сколько вам лет? Я вспомнил, обожди, обожди. Одного армянина, это самое, он, ну, в таком хорошем месте, директор столовой был, вот, по железной дороге связан. Вот. И у него жена была блондинка, вот, и на 26 лет моложе. Ему говорят, слушай, ну, потом она будет из меня тебя, а ты вот... Ну, вот такие разговоры были. Заканчивается теперь то, что я хотела рассказать. Сидит он и, это, как сказать, ухаживает за своей вот этой молодой женой. У нее инсульт, вот, и он все вынужден делать вместо нее, вот. А ему говорили, что она будет из меня, это не все такое, потому что возраст. Никто не знает, что и как, и что, что и как будет, понимаешь. Вот. Ну, а здесь, в чат-рулетке, многие проснулись только некогда. Начинаю разговаривать, они потихоньку сразу сматываются, потому что, ну, те, которые просто помотивятся, я им даю возможность полностью отдохнуть. Так, дед, давай сразу, давай меньше текста. Чей Крым? Чей Крым? Крымчан Крым. А какая страна Крым? В смысле, какая страна? Это республика. В какой стране Крым находится? В России. Вот, и ждет. Они еще, они еще раньше провели референдум, а вот, ну и сказали, я даже слышу по детям голосам, которые по детям. Ты сам откуда, из какого города? Я из Советского Союза. А город какой? А, помнишь, мы пели? Мой адрес не дом. Не дом и не улица, а мой адрес Советский Союз. Адрес Советский Союз. Мне нравилась эта песня. Да, а вот сейчас, хорошо. В каком вы городе сейчас находитесь? Сейчас я нахожусь на Волге. Прямо на реке? На корабле? Да, в Тольятти, да. Понял. Сколько у вас пенсия сейчас в России? Нет, желательно, чтобы было как у Терновского. Миллион долларов. Да, а по факту сколько? А по факту сейчас пенсия должна быть украинская. Ну, там столько накапало, что лучше... Откуда у тебя украинская пенсия должна быть? Ну, как откуда? Потому что заработал на Украине. А когда ты жил на Украине? Пять лет, берешь пять лет, пять лет, ну, можно брать полностью, а можно пять лет. Вот. Я посмотрел, что лучше всего у меня получалось, когда я на югославской ферме работал. Подожди, а ты в Украине жил в каких годах? Вот. Ну, разных годах. Ну, примерно. По-разному. А ты что, с СБУ ли что ты... Не, мне интересно. Мне интересно, а ты при Советском Союзе еще жил в Украине? Мне просто интересно другое, что подевает столько людей... Ты мне скажи, нет, дед, откуда у тебя украинская пенсия? Ты при Советском Союзе жил в Украине. Когда? Расскажи. Потому что ты хитро... Типа, если я, короче, оформил украинскую пенсию, да, еще и тут гонишь на Украину. Давай рассказывай. Да нет, просто украинская пенсия, это... Пенсия, это... И нет. Да, но ты же ее почему-то оформил. Откажись от нее. Вот. Ну, и отказался, конечно. Отказались, да. В каких годах вы работали в Украине? А вот. Это ты будешь расспрашивать там... Ну, вот почему, так скажи, при Советском Союзе или после? Нечего рассказывать, это время только забирать. Ладно, народ, благословляем деда идти... Здравствуйте. Здравствуйте. Вы откуда? Это собака моя. Такое ощущение, будто там монстр вылез и сожрал ее. Позволь. Нет. Это... Моя собака и так монстр. Я из Самары. Ой, у меня отец из Самары родом. Прикольно. Я из Кишинева. Молдова. Что знаете о нашей стране? Да немного. Ну, например. Там вроде хорошие вины делают. Какие вины, знаете? Не знаю. Знаю, что хорошие. Ну, например. Но я сам алкоголь почти не пью. Понял. Что еще знаете про Молдову? Ну, там в Приднестровье рядом, там какой-то конфликт. Это не рядом, это в Молдове Приднестровье. Да. Да-да-да-да-да-да-да. Выборы сейчас там. Понял. Вот. Которая бывший прокурор, она вроде выиграла. Ну, не вроде, а выиграла. Бывший прокурор это как раз проиграл. Это пророссийский кандидат был. Стоянно Глоу. А выиграла Майя Санду. Текущий. А, я думаю, она прокурор. Это, по-моему, хороший, типа, объективно хороший правитель. Да. Да. Все, что не с Россией связано, все уже хорошее у нас. Думаю, что так и есть. Я, смотрите, я, это у меня украинцы знакомые подарили из Запорожья. Я вот общаюсь тут с украинцами, с россиянами, он ставил VPN с украинцами, говорил два часа. И мне интересно, потому что вот я из Молдовы вижу это по-своему, а люди из Украины и России видят по-своему. Как вы считаете, почему началась война между Россией и Украиной? Я считаю, что война началась еще, ну как, она началась тогда, когда там Донецк начал сепарироваться. Нет, потому что я же про это и говорю, да, в 14-м году она началась, когда Россия напала на Крым, забрала и напала на Донецк, Луганск. Да, но почему эта война началась, как вы думаете? Смотрите, во-первых, одна из причин не очень поделили, вообще, проблема всех империй, когда они раскалываются, и есть всякие имперские амбиции, есть независимые страны, которые откололись от империи, и у них есть конфликт на этой почве, это типа база, она не только с Россией связана. Какой конфликт был у Украины с Россией? Конфликт началось все с Евромайдана. Украина не захотела русский мир, Украина захотела Европу, России это не понравилось, вот и весь конфликт. То есть, получается, ну, виновата в этой схеме кто, Россия? Да. А зачем России это, вот зачем россиянам это все? Россиянам? Не знаю. Принуждать Украину быть в русском мире, типа. Да, вот знаете, как я на это смотрю? Это вот есть, например, какой-то город, у него есть район, в этом районе есть, ну, это неблагополучный район, есть крыша, она крышует магазин. Этот магазин не захотел со своей крышей сотрудничать, и они увидели более перспективную крышу. И другой крыше это не понравилось, старой. И вот, произошел конфликт. Прикольно. А схема без крыши не работает? Нет, я считаю, что... В своем мировоззрении? Я считаю, что есть либо империи, точнее, есть империи и есть сателлиты. Я не только говорю сейчас про Россию, я говорю сейчас, читаю Турцию, Америку, Китай. Вот, они империи, у которых есть такие сателлиты. Если ты не можешь, очень трудно вот в текущем мире держать независимость. Ты либо с кем-то, либо ни с кем. Дания независимая? Что? Дания независимая? Считаю, что зависимая. От кого она зависима? Она же в Евросоюзе находится. Ну так правильно. И что? Ну вот. Ну что? Что? О, Британия. Подожди, еще раз. Ну Дания находится в Евросоюзе. Вот, например, как граждане, так добровольно объединяются в какие-то общественные организации. Экономические союзы. Так и их страны. То есть, если Дания и другие страны добровольно решили объединиться по каким-то экономическим вопросам и так дальше, то в чем проблема? В чем их зависимость? Они независимы. Это их неволя. Они решили для своего большего благополучия, да, чтобы была шенгенская зона без границ. Было там свободное движение товаров. В чем? Прикол-то. Но она зависима от Евросоюза. Что значит зависима? От экономических, типочек, экономических поставок, от торговых, соглашений. Конечно, да, но это ее, смотри, когда нам, давай так, когда я, как человек, да, заключаю договор с кем-то о предоставлении ему услуг, например, программиста, я стою зависим? Да. Так тогда вообще все зависимы, это все. Да, это правда. Теперь ты немножко не понимаешь вопрос, смотри, с точки зрения, я как юрист тебе объясню, независимость, это не твои договоры по контракту, да, это твоя воля на добровольной основе решать, куда ты убежал, вот так, вот, все. Как россияне клево всегда съезжают, что вот там все зависимо от поставок, бля, чего вы гоните? Независимость, это суверенитет твоей страны избирать своей волей, быть в том блоке или в том блоке, да, быть в Евросоюзе или не быть в Евросоюзе, да, быть в НАТО или не быть в НАТО, быть в России или не в России, это есть независимость, да, ты решаешь добровольно. Так само британцы, захотели, пошли в Евросоюзе, захотели, вышли, это есть независимость, когда ты решаешь, да, и ты договариваешься с другими странами о взаимоотношениях, конечно, у тебя есть какие-то договоренности и ты их должен выполнять, но это не значит, что ты не зависимый, ты выбираешь, это твое решение, вот так. Подписывайся на мой инстаграм, я не знаю, для чего это тебе, для чего это тебе, там, дивитесь на мой фейс, но для тебя это один, два или три клика, но ты поддержишь меня, и я буду крутить. Вау, у меня там купа фолловеров, и у меня будет классный настрой, чтобы делать новые крутые видео. Подписывайся на мой инстаграм, попок андрей, вот так, давай, я тебя очкаю.